О том, что ты занимаешься духовной практикой правильно, и при этом тебе все люди становятся безразличны, это глупое мышление. Это не совсем духовная практика, будем так говорить. То есть есть личное отношение с Богом в виде молитвы, а есть практические занятия. Если ты, допустим, в институте учишься, у тебя нет практических занятий, тогда ты вообще не можешь говорить, что ты хороший студент. А если это больше как бы сузить по отношению к мужчинам? То есть, например, у меня нет семьи, но я как бы планирую построить, да? То есть ты в моей голове. И, например, у тебя... А это еще одно заблуждение женское. Некоторые женские женщины думают, что если они будут много отношений с мужчинами строить, то они построят семью. Как раз все наоборот. Вот женщина, которая много с женщинами отношений строит, она становится привлекательной и мужчинами. Потому что с мужчинами можно строить отношения, только если они тобой интересуются. А если они тобой не интересуются, как ты с ними построишь отношения? Ты будешь рисоваться, знакомиться с ними, получать опыт каких-то спонтанных отношений интимных. Этот опыт разрушает женщину и не дает ей возможности построить семью. Она становится менее... Ну, вообще, когда женщина дает свое тело незнакомому человеку, то есть который не является ее мужем, то она всегда в этом случае теряет женскую красоту, которая всегда основана на достоинстве. Поэтому даже говорят, что потеряла достоинство женщина, когда она вот такие отношения строит, она теряет достоинство. Осквернение получает, оскверняется такими отношениями. Поэтому женщина должна с женщинами строить отношения. Мужчины, если с ней хотят строить отношения, не надо ставить условия. Это же ниба. Но у вас, видите, проблема, что никто не знакомится. Нет, со мной знакомится. Знакомится? Со мной знакомится. Ну, все тогда. Я как бы... Отшиваю, да? Нет, не то, что я как бы общаюсь с мужчиной, но в этом и дело, что в общем, я про жанщики говорю, что если вот так оно, как будто бы интереснее, что другое изучать, чем как бы другого человека, мужчину. И мне кажется, что это какое-то неправильное мышление, когда ты так как бы сравниваешь духовное, духовное, практическое, желание заниматься. И мне по-другому, то есть я тут где-то я имею, то есть занимаю какие-то изучения? Нет, это наоборот хорошо, отлично. Если вы больше интересуетесь Богом, чем мужчиной, тогда у вас с мужчиной выстроятся очень хорошие отношения. Потому что в этом случае он должен будет вас добиваться, а если этот не добивается, значит, не тот человек. То есть это хорошо, что... Это хорошо, что у вас сознание на Боге больше, потому что в этом случае вы не будете к ненужным людям привязываться. Вот когда у женщины сознание на мужчинах, она привязывается сильно к человеку, а тот ее кидает. А если сознание на Боге, то вы выходите замуж за того, кто показывает правильное поведение. Он добивается, старается, и вы видите, что он достойный человек, и вы нужны, тогда вы выходите замуж. А если он как выходит, как ни рыба, ни мясо, тогда это его проблемы уже. Можно ему подарить весь мир. На Боге святоточном вы ему говорите, я тебе дарю весь мир. Благодарю, спасибо большое. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Я жила за границей, я считаю себя человеком мира, я люблю путешествовать. 8 лет назад я узнала о том, что русские женщины мигрируют в Америку. Теперь нет. О, как у меня ничего, он поймал одной рукой, ничего себе, молодец вообще. Так вот, 8 лет назад я узнала, что наши русские женщины мигрируют в Америку. Они мигрируют везде. Да, мигрируют везде. Если бы на Луну можно было, никто же туда мигрирует. Да, именно выходя замуж за американских мужчин. Причем они очень достойные. Вот я пробелаю по американским мужчинам. Они симпатичны. Да, да, да. Там, конечно, в Америке лучше, чем здесь. Там это вообще такое розовое место такое. Я чувствую, что это родное мне место. Вот у меня там очень больше я узнаю об их менталитете. Да. У меня складывается такое ощущение, что это мои люди, что я такой же, как и они. Только они туда уехали, а меня здесь забыли. Мне просто нужно вернуться к себе на родину. Да. И это уже 8 лет происходит. Чем больше я узнаю, тем больше я претендую на страну. Да, да. Вот. И у меня две... Вы там были вообще год раз? Ну, у меня нет финансовой возможности. Это стоит очень большим денег. Ну, а что тогда вы сочиняете? Я там много раз был и знаю, как там тяжело людям жить. Если женщина выходит замуж на иностранство, тогда финансовые расходы берет на себя мужчина... Да, вы сочинительница. Там наоборот, в Америке как раз все наоборот. Там каждый за себя сам тратит, в основном, в семье. У меня около десяток девушек... Моя хорошая, все, закончим этот разговор. Что вы мне доказываете? Тут сидите. Вы будете слушать или говорить? Тогда слушайте. Вы в иллюзии находитесь. Действительно, кому-то там хорошо жить, кому-то очень плохо. Все эмигранты, которые туда приезжают, из России, они пять лет очень сильно страдают, потому что идет привыкание к другому менталитету, к другому культуре, совершенно другая культура вообще. Жить, что там прямо сахар, я не могу сказать. Люди очень сильно много пашут, они реально там работают по 10 часов в день, многие. И там миллион долларов в среднем, это самое минимум стоит жилье. Это минимум. Миллион долларов. А миллион долларов, ну, допустим, если ты зарабатываешь, это 10 тысяч долларов, если там зарабатываешь, это нормальная зарплата там. Там люди многие гораздо меньше зарабатывают. На одного человека имеется в виду. То тогда тебе, у тебя там остается, ну, тысяча четыре. Вот посчитайте. Сорок восемь тысяч в год. Это значит, что тебе на 20 лет в среднем так и получается, чтобы просто выкупить жилье. Вот. Ну, в России я знаю, люди многие там за 10 лет жилье выкупают там и строят дома себе. Там дом это вообще нереально. Это от 3 до 5 миллионов рублей. Ну, то есть, очень дорогая страна, нереально. Потом, столько приколов есть вообще интересных таких, которые им нормально, а мне, например, нет. Вот, например, там люди могут спокойно по улице ходить с оружием. И если что-то им не нравится, они могут спокойно стрелять. Нормальная ситуация вообще, нет? Как вот для вас? Нет. Хорошо. А вот то, что там, допустим, если тебя, ну, грабят до 1000 баксов примерно, в милицию даже не поедет. Вот человек в магазин заходит и берет там торты, переворачивает там, чем не нравится, берется и набирает. Магазин сам охрану должен иметь, которая с ним должна. А если он там припугнул охранника пистолетом, его даже в милицию не приедет. Там сворачивает зеркало в машине, никто даже не дернется вообще. Вы много не знаете, моя хорошая. Знаю, вам нравится, вам интересно, классно так все это. Я понимаю, это их общество. Моя хорошая, все, давайте закончим этот разговор. Хочется ехать в Америку, езжайте. В чем вопрос ваш, скажите? Что вы сейчас начали тут? Понимаете, вот многим людям в России нравится жить. Что вы здесь вот это делаете? Зачем вы сейчас этот разговор раззаводите? Смысл какой? Я никого не ориентирую, я на себя. Так, а зачем? Ну, если вам хочется идти, а у меня не получается 8 лет. А что я могу сделать? Я могу вам кинуть фандаринку. Так, спокойно. Вот этого делать не надо. Вы сейчас дадите совет, который разрушит ее жизнь. Вы не знаете, что будет с нелегалами через 2 года, а я знаю. Там будет просто жесть для них. Поэтому. Просто пишка в том, что я вроде бы укажу с этой темой, а у меня девчонки там, они в Верджине, так. Ну, тебе получится, давай двигайся. И только я вроде... Хорошо, я думаю, нормально, надо двигаться вам. Двигайтесь, все нормально. Я тоже человек мира, вы говорите, я человек мира, вы не человек мира, вы человек Америки. Да, ну, потому что вы вот так вот настроены, а я люблю всю землю. Я люблю всех людей, куда я приезжаю. Я люблю Россию, люблю Казахстан, люблю Киргизстан, люблю Узбекистан. Там меня встречают очень с любовью, везде, во всех странах. Везде в Европе меня с любовью встречают люди. Раньше в Украине даже встречали, сейчас я туда не могу ехать просто. меня любят люди везде, а я их везде люблю. Я везде люблю людей. В Америке в том числе. Там есть свои плюсы, свои минусы, так же, как везде, понимаете. Везде, во всех странах есть свои особенности. В России жить легче. Вот если спрашивают, где легче жить, в России жить намного легче, чем в Америке. Потому что там реально, чтобы там просто начать жить, надо впахаться, и ты там теряешь статус. Если там здесь, допустим, хороший врач, туда приезжаешь, будешь иметь строй всего. И, ну, то есть везде, в Европе, в России, человек, если переезжать, он теряет статус, теряет возможности. Он такой, становится сначала зачуканный. Ему очень тяжело. В Россию, если человек приедет, он не будет терять статус, он здесь легко адаптируется и пойдет развиваться. Вот. Ну, то есть это страна непростая. Там есть свои плюсы, у меня тоже там есть друзья. У меня есть одна знакомая, которая там имеет крупный бизнес в России, ой, в Америке. Вот. Крупный бизнес она имеет. Она слушает мои лекции тоже. Но живет в Питере она. Ей больше нравится в Питере жить. Бизнес у меня и в Америке. Ну, то есть, как бы, люди по-разному устраиваются. Некоторые, наоборот, там имеют, живут, а здесь имеют бизнес. Вот. Ну, то есть, как бы, все люди сами решают, где им как жить. Кому-то нравится Америка, кому-то нравится Бали, там, кому-то Индия, кому-то Россия, кому-то Африка, там. Ну, каждый выбирает, как у каждого свой вкус, сказал Факир, проглотил шпагу. Но я вам одну вещь, мои хорошие, скажу. Вот, вот, ну, как бы, вот какой-нибудь стране, в любой, вот взять, допустим, Германию, в Старте, начать хвалить какую-то другую страну, да, там, так хорошо, да, все. Это всегда сравнительная степень. Если там хорошо, значит, здесь жопа получается. Вот. И поэтому, мне не нравятся такие разговоры, в принципе просто. Вот, допустим, вместо того, чтобы этим заниматься, вы просто бы сказали, Олег Геннадьевич, хочу в Америку. Я говорю, вам подходит, можете ехать. Все, пять минут, две минуты, а вот эта триада вся, она никому не нужна вообще, понимаете, она просто раздражает людей. Услышали мое замечание? Люди согласны с тем, что я сказал? Слышали? Все. Вот. А если мне кто-то в Америке так же начнет выступать там, по поводу России, я им то же самое скажу. Потому что живешь в Америке, живи в Америке. Если начинаешь в другую страну хвалить, так едет, кто тебе мешает. Но не надо людям веру в то место, где они живут, разрушать. А не задумываться, вот задумайтесь. Есть культура определенная, в которой надо следовать. Особенно, когда напряженную обстановку в мире. Люди по-разному настроены, относятся ко всему. Нужно просто учиться такту, деликатно себя вести всегда и везде. Это моя позиция. Уважение к культуре того места, где ты находишься. Допустим, в Казахстане человек встает и говорит, я Россию люблю, мне так нравится, все хвалят. Я скажу, ну ты скажи, что ты хочешь. Хочу в Россию. Ну едь. Тебе подходит. Или не подходит. Я могу так ответить. Ну ей подходит в Америке нормально. Понимаете, такое, ну в настроении тоже понять можно. Просто всегда человек это необъятное, это необъятный космос. Понимаете, вы много не видите, не знаете. Я ей замечание сделал, но я сейчас другое скажу тоже. Она в прошлой жизни жила где-то там в Калифорнии, вот в этой зоне. И поэтому, когда она начала узнавать об этой стране, она вспомнила свою родину. Ну сможет, она туда приехать или нет, с прошлой жизни родину неизвестно. Ну сможет, она туда приехать или нет, неизвестно. Это все как Бог решит, как судьба действует. Надо любить не Америку или не Россию, надо любить Бога. Потому что человек может жить где угодно, понимаете, мы как песчинка в океане, в этом мире. Столько, даже в этой Вселенной, столько планет, на которой живут люди, и это не как на космическом корабле там лететь, там много-много эпох. Вот у меня теща 28 дней назад ушла из жизни. И она там 4-5 дней находилась рядом с нами, а потом сел, ее посадили на колесницу, и она вверх пошла в рай. и за 10 дней преодолел такое расстояние, которое на космическом аппарате, ну, если вот с нашими скоростями, наверное, лет 100 лететь, а может быть и больше. Непрерывно. Понимаете? Я даже не могу точно сказать, просто примерную цифру сказал. Она туда улетела за 10 дней. Поэтому у нас с вами большие возможности как бы перемещаться и если взять ту планету, я когда она туда прилетела, я же ее глазами начал смотреть, потому что мы с ней сильно связаны. Там такие краски, вот если в 10 раз умножить краски Земли, вот там они красивее, краски и впечатления от той планеты в 10 раз сильнее. Ну, то есть невозможно вообще сравнить с Землей. Ну, Земля примерно все одинаково. Ну, Америка свои там приколы, Россия свои. В России очень много тоже красивых мест, как и везде. Ну, здесь очень красивые бывают места, в России очень. Вот. Необъятный край такой, пол Земли почти. Такая страна огромная. Столько всего красоты разной. И в других странах тоже есть очень много красивых мест, везде Земля очень красивая планета. Вот. Но есть высшие планеты гораздо более красивые, если человек молится Богу, занимается духовной практикой, живет как ему надо, не как тебе. Вот с тем сознанием, с которым вы сейчас находитесь, вы выше Земли не поднимете следующей жизни. И это печально, потому что человек должен возвышаться, развиваться духовно, он должен идти вверх. Человек не должен к Земле привязываться вообще, он должен даже не то, что к Америке или к России, надо привязываться к Богу. Чем сильнее к Богу привязан, тем выше поднимаешься. И поэтому не надо Землю воспринимать, как что-то я там хочу туда, вот эти приколы. Ну, хочешь в Америку, но не надо только из этого молиться, потому что Бог так действует. Через что ты, к чему ты привязан в этом мире, это не касается только страны, это касается всего в этом мире. К чему ты привязан, вы когда снимаете, у вас на меня фонарик, глаза светят, меня слепят. Можешь снимать без фонарика. К чему бы человек и привязался в этом мире, он всегда из этой зоны будет получать страдания, потому что Бог хочет, чтобы мы привязывались к Нему. Цель человеческой жизни только Бог, больше нет других целей, поэтому учитесь, привязывайтесь к Богу, и Бог, именно Он решит вашу проблему, потому что по вашей судьбе у вас идет очень плохой период, связанный с именно местом, где вам жить, и вы страдаете от этого сильно, и этот плохой период продлится еще два с половиной года. Если вы хотите быстрее, чтобы что-то решить, вам надо просто понять, что только Бог может помогать в этих случаях, судьба не упускает вас, уже вы около двух лет мучаетесь. Ну вот восемь вы хотите, а мучаетесь два года, у вас прям жар идет сердце, страдает. Поэтому надо просто понять, что если своей судьбы не хватает, то надо молиться Богу, чтобы Он вам дал ваши желания притворить. А сколько там человек живет? Семьдесят шестьсот. Так, началось с трехсот. Закончилось шестьсотом. А? Семьдесят тоже. Ну а сколько придет на лекции, если я приеду? Приезжайте. А вы что, много из Ставрополя? Поднимите руку, сколько из Ставрополя? Ой, как вы так это собрались все приедут? Да? Все из Ставрополя вы? Да. А далеко отсюда до Ставрополя? Нет. Возьмите трехсот километров. Угу. Ну давайте, вот возьмите уже не телефон, Даша. И организуйте мой приезд. Я, ну, в течение года могу попробовать приехать. Если с первого раза вот такой зал соберете, то тогда буду приезжать. Да, моя хорошая. Да, что же я так вообще поступил? И хорошо. Взял и не приехал. два года не приехал, а? Вообще какой. Не хорошо вообще. Ну, это что это спрашивает? А можно как-то определить стратегии, по которым можно понять, ну, или стоит отношение с мужчиной или стоит или нет? Потому что я когда начинаю знакомиться, начинаю общаться, меня из крайности в крайности состояние, то нет, это не то, вообще все нет, а потом я не права. Я сама себя не могу понять, как я могу себя понять. У вас семья была? У меня были серьезные отношения, да. Семья была? Нет, специально мы не были. Просто жили вместе? Что вас испугало сильно в отношении? Почему вы такая пугливая? Что испугало? Ну, там разрыв тяжелый. Предали вас, да? Сейчас боитесь мужчин? Да. В этом проблема не в мужчинах, а в предательстве. В этом вас стресс, они преодолели стресс. Понятно? Что нужно, чтобы преодолеть? Средство продолжать. У вас динамический блок, он сформируется на пятом слое, у вас разочарованность, как бы руки опустились в личную жизнь. Вы не верите в семью, разочаровались. Нужно длительным движением побеждать и молитвой. А что касается человека, то в вашей судьбе не нужно торопиться с решением, а просто общаться, сказать ему, давай полгодика пообщаемся. Общаться, изучать человека. И у вас как психика работает? Вы постепенно, чем больше изучаете, тем человеком, тем лучше, больше начинаете к нему хорошо относиться. Нужно время, вам время нужно. А вы торопитесь, вы хотите месяца за три решить вопросы, надо за шесть. Надо продолжать, и постепенно у вас психика не работает так быстро, вы не можете человека понять глубоко сразу, вам нужно время. Как и любому человеку тоже всегда. Просто общайтесь, разговаривайте, если человек настроен серьезно, он покажет, что свою серьезность за это время, время общения. Самое лучшее построение любой семьи всегда, это просто общение, без всяких приближения друг к другу в течение какого-то количества месяцев, 4, 3, 4, 5, просто разговаривать, общаться, дружить, вот так вот. И если отношения, оба человека серьезно настроены, они будут общаться, и постепенно сформируют правильные отношения за это время. Потому что вот эта спешка, как это мой прапорщик говорил, нужна только при ловле блох и при поносе. в семейной жизни точно она не нужна. А вы видите, вы нервничаете, из-за чего? Вы сразу не можете сделать вывод и начинаете сомневаться в себе, в своих возможностях, в человеке, то есть истерике, психуете. А надо терпеть, строить отношения, терпеть, дальше строить отношения и постепенно узнавать человека. Песенку же знаете про снежинку? Все, слушайте, это про вас. Ну, молодой человек вон у нас там что-то поднимает. да, да, садитесь. Я вот хочу тоже спросить про себя любевого. Вот если уже семья была, то здесь уже почти все выросли. Стоит отношения какие-то? Для мужчины это всегда зависит от потребности. Если он от женщин не зависит сильно, то надо посвящать себя Богу, духовной жизни, здесь всего два варианта есть в мужчине. Или семья, или Бог. Все. А вот этот Бог, вот как вы говорили, если отношения с людьми просто надо как-то по-другому людям повредать? Бог означает Бог. То есть есть только два варианта. Первый вариант человек создает семью и служит близким. Второй вариант он служит всем людям в виде того, что ну это фактически отреченная жизнь. Это как монах. То есть можно в монастыре жить, можно не жить, но человек просто служит людям, заботится обо всех, думает о Боге, молитву читает, занимается духовной практикой, служит наставником. То есть два варианта жить всего для мужчины. Для женщины лучше семья всегда. Отреченная жизнь для женщин опасное мышление, потому что она создана для семьи, для отношений, для близких женщин. А для мужчин создан для аскез, для побед над судьбой. Если мужчина уже как бы чувствует, что ему не нужна больше семья, то нет смысла в эту сторону идти, потому что женщине не будет нравиться такое поведение настрой мужчине. Если мужчине не нужна семья, он там женился и на него смотрит, да я не хотел жениться, тогда зачем ты женился не хотел, такой вопрос будет сразу возникать. В вашем случае, знаете, я должен все решать за вас. В вашем случае, потому что вот именно да, в вашем случае я за вас принимаю решение. то есть вы сами не хотите принимать это решение? Ну вот в этом заключает смысл жизни. Для того, чтобы узнать. Методом мужского мышления означает, что человек смело идет вперед в жизни. не боится жить дальше и разобраться во всем самому. Потому что если я за вас приму решение, это все равно ничего не поменять, вы все равно сделаете все по-своему. Нет, с микрофоном. У нас же запись лекции идет. Люди потом на ус мотают виртуальные серво-ответы. садитесь. Это же не только для вас. Многие люди, тысячи людей слушают и они ответы на свою жизнь получают. Спасибо, Олег Геннадьевич, что вы сегодня здесь. Я могу задать вам вопрос. Вопрос в следующем. Я уже четырнадцать лет работаю врачом. Много помогаю людям. Я люблю людей. Наверное, доблю себя. Ну, все любят себя. Нормально. И через какое-то время назад стал выгорать в своей работе? Потому что неправильно живете. Я жил, наверное, больше. Две причины выгораем. Две. Первая причина неправильный образ жизни. Вот я выгораю, посмотрите на меня. Чувствуете вы, что я такой весь сюда? Нет. Я сегодня пробежал семнадцать километров. Потом я бегал в одних трусах. Минус там четыре было. варежки одел, шапку. Здесь футболка, я желаю, семчастье, трусы. Да, пробежал, я пошел и посидел в проруби пять минут. Шесть я сидел? Незаметно время прошло. сколько там у нас человек залезло? Человек шесть? А? Да? Вот люди, две женщины залезли в прорубь. А? Некоторые залезли и вылезли, а некоторые прям стояко сидели. Некоторые меня не послушались, да. Ну, все нормально. Женщины послушные, я бы сказал, сидеть, они раз сидят. и они просидели все нормально. Вот. Вы смеетесь? Вы так, да, сидели? Молодцы. Молодцы такие, настоящие девчонки такие. Молодцы. Вот. Я чувствую себя прекрасно. Просто прекрасно. У меня легкость такая. Вы не чувствуете? Так надо жить. У меня жуткие аскезы, просто я летаю там постоянное напряжение, люди, лекции. Вы научитесь правильно жить. Это первая проблема. А вторая проблема заключается в том, что цель человеческой жизни это Бог. Мы здесь ненадолго заглянули сюда. И вы очень хороший человек, вы много добрых дел делаете. Уже просто если сейчас уйдете из жизни, вы уйдете в рай. Ну, не так высоко, но уже выше. Даже просто из-за вашего работы. Но Бог в вашем сердце говорит вам этого недостаточно. И в этом заключается ваша недовлетворенность, потому что мы, когда слышим Бога, мы не различаем, что это Он говорит. Но Бог вам говорит, все, вот этот цикл жизненный чисто ради лечения закончен. Теперь нужна духовная жизнь, нужно развиваться духовно, нужны молитвы, нужна духовная жизнь, работа над собой, и что психическое тело начало истощаться, начало терять, поэтому нужно здоровый образ жизни, нужно восполнять, нужно учиться правильно жить, методичку читаем, все делаем, вода, статические упражнения, длительное движение, посты, все делайте, только на практике это все поймешь, когда вы так будете жить, вам легче станет, почувствовать себя хорошо, и дальше начинается уже в свободное время молитва, ретриты, слушать ретриты эти и проводить их онлайн, то можно допустим отпроситься на 8 дней в Сочи с нами побыть там и поглубиться в эти практики во все, посмотреть, как все делать правильно. Вот такая программа. Спасибо большое. У меня еще продолжение вопроса могу задать? Да. Вот, какое-то время назад мы будем познакомиться с ветами, познакомиться с учением и потом был с первонастарником Владимира Древса и стал логическим психологом. Мне сейчас можно развивать помощь видеоклопальных, запускать YouTube-канал, много знаний и у меня уже месяца 4, чтобы доктор Грозит помешать это делать и ресурс заканчиваем. Давайте по очереди. сначала ЗОЖ, вы набираетесь энергии, а потом делаете все остальное, потому что сейчас вас уже не хватает на лечение, на YouTube-каналы, на все это. вы просто не понимаете, что если человек расходуется, должен наполняться, баланс должен быть. У вас нет наполнения, вы только расходуетесь. Я же тоже много чего делаю, и лечу людей, и каналы, но я делаю это все в балансе. Поэтому я свежий, бодрый и счастливый. То есть сначала наполняю себя, что сначала в баланс входите. И это всегда в жизни человека есть только один путь. Победа над судьбой означает сначала внутри себя побеждаешь судьбу, потом между нами, и потом внутри него. Это касается любого действия. Допустим, вы решили развиваться, допустим, как ведический психолог. То есть вам надо сначала внутри себя получить силы, потом настроить правильное отношение с людьми, а потом менять сердца людей уже. Такая последовательность такая. Но так как вы первый шаг не сделали, у вас нет фундамента, поэтому вы просто сгораете и все. У вас нет знания, как правильно жить. Что будете передавать людям, если у вас нет знания? Знание немножко есть, практики мало. Знание означает баланс. Если вы живете в балансе, у вас есть знание, нет баланса, нет знания. Спасибо. У меня есть знание, потому что я в балансе. Я летаю по 60-80 тысяч километров в год. И по всей земле читаю лекции, людям даю знания, помогаю всем, и при этом сохраняю здоровье. я не болею. Сегодня мы бегали, когда со мной решили, ну, 8, наверное, парней пробежать вместе. Еще двое кроме меня добежали со мной. Остальные все или устанавливались, потом подключались, или вообще сошли с дистанции. Но они все были моложе намного у меня. Как так получается, что мне 59 лет, и я больше возможностей имею физических, чем молодые ребята. Как так получается? Кто со мной бегали, ребята могут это поднимить? Почувствовали, что у меня нормальное здоровье? Да? Вы на практике, да, в жизни почувствовали? А? Неожиданно. Как так? Я, блин, устал, а вы ему хоть бы что, да? Я была просто удивлена, когда я вас увидела. У вас такое тело, 20-летний мужчина может вас обидовать. Вы что говорите, вы пример своим лекциям. на вас смотришь и понимаешь, что вот все, что вы говорите, это правда. Все это возможно любому человеку. Я вам низкий поклон. Прекрасно. Видите, люди так нагляны и сильны. Потому что надо правильно жить, учиться этому. Учитесь. Хорошо, будьте счастливы. Вы еще много пользы принесете. У вас через полгода начинается другой период жизни. Спасибо. Олоди молодец, он многих людей поднимает. Вот такой очень харизматичный человек, добрый по природе, смелый, много хороших качеств. Да, у меня был тяжелый период, он мне помог. Откликнулся. Редактор субтитров Корректор Корректор